Если в квартире до сих пор нет тепла, звоните по номеру холодного телефона. По распоряжению главы округа Евгения Рычкова, муромляне могут направлять свои жалобы в Единую приемную городской администрации. Сообщение будет незамедлительно передано для исполнения. Подробности в сюжете. Холодный телефон накален до предела. Специалисты Единой приемной администрации округа Муром с 8 утра и до 17 часов вечера в будние дни принимают обращения от жителей, в основном касающиеся отопления. Постановление о старте отопительного сезона глава округа Муром Евгений Рычков подписал еще 26 сентября. Тогда же в городе заработал так называемый холодный телефон. По номерам 3-23-32 и 3-14-34 жители привычно стали сообщать о проблемах в своих домах. Обращения от населения по отоплению мы принимаем уже вторую неделю. Обращений очень много. На данный момент, на сегодняшнее число только 160 обращений зафиксировано. Обращения фиксируются, направляются в управляющие организации, а также в управление ЖКХ, администрацию округа Муром, где создан оперативный штаб по решению вопросов, связанных с началом отопительного периода. Специалисты Единой приемной на время запуска системы отопления становятся посредниками между жителями и управляющими компаниями. Ведь только от последних зависит градус батарей в вашей квартире. На сегодня источник отопления все 24 газовых котельных округа запущены и работают в штатном режиме. На сегодняшний момент мы работаем согласно температуре наружного воздуха. Температура, поступающая в дом, должна соответствовать порядка 40 градусов. В любом случае, то, что у нас выходит с объектов, согласно температуре, впоследствии при изменении наружного температуры она будет уже корректироваться. Или мы будем повышать температуру теплоносителя, если будет понижение температуры, или наоборот уменьшать. Отсутствие отопления в отдельной квартире – это результат внутридомовых проблем. Решать их и помогает холодный телефон. Списки с конкретными адресами, где отсутствует тепло, ежедневно попадают на стол к главе округа Муром. Управляющие компании, в свою очередь, ежедневно предоставляют отчет о работе по устранению нарушений. Таким образом, ни один адрес не остается неотработанным. Ольга Килешина, Александр Барсуков, Новости Муром.